МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн в эфире программа Воронеж. События. Факты. Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе депутаты Воронежской городской думы рассмотрели заявление Вадима Кстенина об отставке с поста руководителя администрации. Купаться больше негде. На совещании в правительстве области Александр Гусев обсудил меры поддержки для семьи региона. Возникнут ли проблемы с подготовкой многоквартирных домов к зиме? Каждый год медики напоминают, необходимо пройти диспансеризацию. Что думают по этому поводу воронежцы? Что такое ботулизм и как обезопасить себя от заражения? Что является возбудителем кишечной инфекции? И как не попасть в группу риска? Движение общественного транспорта по улице Лизюкова будет закрыто до конца июля. В Воронеже снова выросли цены на топливо. Прекращение полномочий. С 29 июня депутаты Воронежской городской думы рассмотрели заявление Вадима Кстенина об отставке с поста руководителя администрации. На заседании Воронежской городской думы обсудили заявление Вадима Кстенина об отставке с должности мэра. Полномочия градоначальника прекращаются с 29 июня. Вместе с вами смогли очень многого достичь и добиться. Наш город очень сильно изменился. Особенно это замечают люди, у которых не замылился глаз, а вот те, которые приезжают сюда, которые были, бывали в Воронеже раньше. Сейчас они видят, как Воронеж развивается семимильными шагами. Это здорово, это развитие уже никаким образом не остановить. Теперь до конца июля в гордоме ждут документы от тех, кто решит побороться за пост мэра. Глава Воронежа будет избираться депутатами. В прошлый раз в списке для голосования было две кандидатуры. Александр Овсянников и Вадим Кстенин. Купаться больше негде. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора забраковали последний из четырех пляжей Воронежа. Санитарные врачи регулярно проверяют состояние воды на городских пляжах. Ни разу с начала сезона у парков Алые паруса и Дельфин, а также у санатория имени Горького, она не соответствовала показателям, позволяющим разрешить там купание. До последнего времени только пляж Пески, расположенный рядом с автомобильной трассой М4 Дон, не вызывал нареканий у садврачей. И вот во время последней проверки там выявлено превышение химического потребления кислорода, свидетельствующее о загрязнении воды вредными стоками. Так что теперь и на этом пляже должны установить аншлаги, предупреждающие о небезопасности купания. 2024 год объявлен президентом страны Владимиром Путином годом семьи. На совещании в правительстве области губернатор Александр Гусев обсудил меры поддержки для семей региона. В ходе совещания в областном правительстве глава региона назвал уже реализуемые меры поддержки. Для многодетных семей с пятью и более детьми реализуется программа по улучшению жилищных условий. Для этого из бюджета будет выделено почти 600 миллионов рублей. Все семьи с пятью и более детьми, кто нуждается в улучшении жилищных условий, такое жилье получат. А это почти 600 миллионов рублей на эти цели мы в бюджете запланировали. Сейчас уже активно идет реализация этой программы. Я думаю, что до конца года мы все-таки семьи с жильем обеспечим. Также губернатор дал поручение проработать вопрос стимулирования работодателями рождения второго ребенка. Этот вопрос обсудят с руководителями промышленных предприятий. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. Возникнут ли проблемы с подготовкой многоквартирных домов к зиме? В областном правительстве рассказали о массовом отказе управляющих компаний от лицензий. В Воронежской области под угрозой может оказаться подготовка жилья к отопительному сезону. Управляющие компании в массовом порядке отказываются от лицензий, дающих право управлять многоквартирными домами. В один день в жилищную инспекцию поступило 21 такое заявление. Эти компании обслуживают четверть жилого фонда региона. В областном правительстве пообещали контролировать ситуацию до того времени, когда дома перейдут под управление новых организаций. Областные власти ищут способы, как привлечь строителей к участию в программах комплексного развития территорий. Губернатор Александр Гусев предложил свое решение. Проблему с ветхим жильем обсудили на совещании в областном правительстве. Существующие федеральные и региональные программы позволяют заниматься расселением аварийных домов. Однако есть и ветхий жилой фонд, который пока не вошел в такой список. Помочь жителям таких кварталов должна программа комплексного развития территорий. А чтобы строители активнее занимались возведением новых домов в этих местах, губернатор Александр Гусев предложил такое решение. Строительство социальных объектов будет в приоритетном порядке осуществляться на территориях, которые будут входить в программу реновации. И по остаточному принципу на территориях, которые осваиваются за пределами, либо на окраинах городской, города Воронежа, в рамках уже, собственно, сформировавшейся агломерации. Это не значит, что мы не будем строить объекты социальные в местах крупной квартальной застройки, но приоритеты всегда будут на стороне КРТ. Делегация Воронежской области приняла участие в пленарной сессии Центрально-черноземного макрорегиона «Пространство будущего» на выставке-форуме «Россия в Москве». Презентацию региона провел зампредседателя правительства области Олег Масолов. Для Воронежской области это почетная миссия. Мы не просто считаем, мы по праву считаем себя столицей Черноземья. Это так и есть, исходя из не только нашего географического положения, но и из того, какие достижения Воронежская область показывает за последние десятилетия. Заместитель председателя правительства поделился достижениями региона в сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере. Собравшимся рассказали о культуре и истории Воронежской области, которая недавно отметила свое 90-летие. В рамках деловой программы подписано соглашение между регионами Черноземья о развитии туризма. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. С 25 июля 2024 года в силу вступят изменения в закон о национальной платежной системе. О том, что предусматривает законопроект, расскажем в сюжете. В 2023 году количество мошеннических операций выросло на треть и превысило 1 миллион. В общей сложности жители России потеряли в прошлом году из-за кибермошенников около 16 миллиардов рублей. Чтобы дать шанс спасти деньги, и были внесены изменения в закон о национальной платежной системе. Одним из таких изменений является внедрение так называемого перевода охлаждения сроком на два календарных дня. То есть коммерческие банки будут обязаны блокировать на два дня переводы на счета, которые используются мошенниками. Таким образом, давая людям, которые попали на уловки мошенников, возможность оценить ситуацию, и отменить транзакцию. Банки постоянно противодействуют кибермошенникам и телефонным преступникам. Так, за первый квартал текущего года банки отразили 14 миллионов попыток мошенников похитить деньги у жителей страны. Благодаря этому удалось спасти более 2 триллионов рублей. Важное новшество. Банки будут отключать доступ к дистанционному обслуживанию тем, кто помогает выводить мошенникам украденные деньги. Информация для отключения коммерческие банки получают из базы Центрального банка и также будут получать от МВД для проведения блокировок. Следует помнить, если банк заметил подозрительную операцию, тогда он будет обязан отказать в ней или приостановить на два дня и уведомить клиента. Если же по какой-то причине человек настаивает на денежном переводе или другой операции, то банк проведет операцию и не будет нести финансовую ответственность за перевод на реквизиты мошенников, поскольку он предпринял всем меры по защите клиента. Но если финансовое учреждение по ошибке допустило перевод на счет дропера или мошеннический счет, то банк обязан компенсировать всю сумму перевода в течение 30 дней. В том случае, если банк не предупредил своего клиента о мошеннической операции и перевел деньги на мошеннический счет, то после получения заявления от клиента он должен будет вернуть полную сумму похищенных денежных средств в течение 30 дней. Эксперт также напомнил об основном правиле банка при общении с клиентом. Сотрудники коммерческих банков не пытаются узнать информацию чувствительную о своих клиентах о ПИН-кодах, о СВИ-кодах. Однако мошенники все равно пытаются найти новые лазейки, чтобы обмануть людей. В Воронежском отделении Банка России напомнили внимательно подходить к любому звонку с незнакомого номера и любое оплате в интернете. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. Каждый год медики напоминают нам о том, что необходимо пройти диспансеризацию – бесплатный профилактический медосмотр, цель которого – выявить хронические заболевания на ранней стадии, когда болезнь можно излечить. Что думают по этому поводу воронежцы и прислушиваются ли к советам специалистов, узнавала Галина Жукова. В Воронежской области за пять месяцев этого года диспансеризацию прошли почти 375 тысяч человек. Напомним, что ее нужно проходить один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – 40 лет. Мы поинтересовались у воронежцев, что им известно о диспансеризации и проходят ли они ее. Да, слышал, я слышу ежегодно, проверяю, ну, хронических полно. Ну, да, чтобы работодатель давал день выходной, оплачиваем для диспансеризации. Ну, я уже пенсионер. Что-то слышали о диспансеризации? Что это такое? Раз в год нужно проходить, это полное обследование организма. Ну, чтобы предупредить на ранних стадиях заболевания, какое это может быть, я так думаю. Да, предлагают в нашей поликлинике, особенно кто ковидом переболел, предлагают. И даже врачи сами письма в почту кладут, названия, то, что приходите, пройдем полную диспансеризацию. Вы воспользовались вот этим? Я не ходила, но у меня многие девочки ходили, все прекрасно. Ну, нет, сами нет. Почему? Ну, как-то так получается, что то некогда, то не знаем, куда обращаться. Диспансеризацию в России могут бесплатно пройти все застрахованные в системе ОМС граждане. Она проводится в поликлинике по месту жительства. При выявлении изменений в своем организме стоит незамедлительно обратиться к врачу. Именно диспансеризация имеет огромное значение в предупреждении развития серьезных заболеваний, включая онкологию. Если пациент выявляет, человек выявляет у себя какие-либо симптомы отличительные от обычных, мы их называем сигналы тревоги. Необходимо обратиться к врачам, специалистам, будь то поликлиника по месту жительства, врачебная амбулатория или, если даже это ФАП. На ФАПе есть медицинский сотрудник, который в первую очередь начнет быстро, в кратчайшие сроки проводить диагностические исследования пациенту. Медицинский осмотр для многих пациентов на ранней стадии позволяет избежать нежелательных последствий и предохранить развитие болезни. Между всем пройти каких-либо узких специалистов поликлиники бывает проблематично. Говорят люди. Плохо. Железнодорожный район имеет две поликлиники. Железнодорожный район. Космодемьянская, его девятая, двенадцатая и девятая. И в обоих нет лору врача. Но если одни хотели бы, но не могут, то другие просто не успевают дойти до врача, чтобы заняться своим здоровьем, ссылаясь на бешеный ритм жизни. У нас образ жизни такой, вы понимаете сейчас. График работы такой. Не отпускают с работы. Вы сами понимаете. Пять через два в основном все работают. Не отпускают. А это какое время? Это с утра прийти. Это в очереди посидеть. И не каждый тот же мой ровесник пойдет и это сделает. Но хотим и того или нет, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А потому игнорировать диспансеризацию все-таки не стоит, чтобы не упустить драгоценное время, когда болезнь можно излечить. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. Нашумевшая история. В трех российских городах произошла вспышка батулизма. Все отравившиеся, как выяснилось, съели фасолевый салат «Лобио», заказанный в службе доставки. После массового отравления со складов и из продажи Роспотребнадзорам было изъято более 250 тонн потенциально опасного сырья и пищевой продукции. Наш телеканал решил рассказать, что это за болезнь такая и как обезопасить себя от заражения. В последние несколько десятилетий батулизмом заболевали единицы. Для сравнения, в Воронеже за первые шесть месяцев этого года ни одного случая заболевания не выявлено. В прошлом году заразился всего один человек. Средняя цифра для нас 12-15 человек ежегодно. По всей стране за год батулизмом заражались около 250 человек. Как так вышло, что в Москве произошла вспышка, следователи продолжают выяснять. Батулизм поражает нервную систему. Вначале болезнь выглядит как простое отравление, а дальше человек начинает задыхаться и все может закончиться параличом. Отличает батулизм от других видов инфекции сильнейшая сухость во рту и нарушение зрения. В глазах появляется муть. Название «батулизм» в переводе с латинского означает «колбасу». Съев ее, чаще всего и заражались люди. В России эту болезнь подхватывали при употреблении вяленой рыбы и называли ихтиозом. Вызывается ботулотоксином, который вырабатывается бактерией под названием клостридия, ботулиния. Относится к группе сопронозов, то есть от слова «сапра» – «земля». В земле споры, как в этой клостридии есть всегда, избавиться от них практически невозможно. Поэтому споры, если их не автоклавировать, то они сохраняют жизнеспособность даже при кипячении. И при консервации в безвоздушной среде эти споры имеют конкурентные предпочтения для размножения. Проверки показали, что производился салат, из-за которого пострадали 150 человек, предприятием, использующим труд мигрантов, зарегистрированных по подложным документам. Возможно, в организации не соблюдали элементарные правила гигиены или не проводили процедуру автоклавирования. Случаи выявления клостридии при промышленном производстве выявлялись крайне редко. В основном эта бактерия развивалась при домашнем производстве. Этот клострид размножается, вырабатывает токсин. И цель этой бактерии, в отличие от многих других паразитирующих микроорганизмов, не паразитировать, сохраняя жизнь объекта паразитирования, а убить. То есть микроб-убийца. И он размножается, в общем-то, в трупе. Поэтому вырабатывает эта клостридия токсина приличное количество. Основные продукты – это вяленая рыба, это в безвоздушной среде грибы, которые маринуют или солят. Это сало. Иногда бывают домашние заготовки, в виде там и томатный сок, и фасоль, и овощи. Огурцы, помидоры. Огурцы, помидоры – все, что контаминировано землей, все, что касается земли, споры, они вездесущие. Они везде есть. Ну, просто сами споры безобидные. А если споры попадают в безвоздушную среду, то там начинает развиваться, и бактерии продуцируют один из самых мощных токсинов. При первых же симптомах отравления необходимо обратиться к врачу. Тогда течение болезни будет легче. Поставить диагноз «батулизм» самостоятельно достаточно сложно. Заболевание легко спутать, так как симптомы схожи, например, с алкогольным отравлением. При «батулизме» в больнице пациент получает специальную сыворотку, которая поможет справиться с серьезной интоксикацией. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В летний период наблюдается подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Как не попасть в группу риска и что является возбудителем кишечной инфекции. Галина Жукова разбиралась вместе со специалистами Роспотребнадзора. Лето любят не только люди, но и микробы. С наступлением теплых летних дней есть большая вероятность подхватить какую-либо кишечную инфекцию. Во всем мире насчитывается более 30 видов таких инфекций, и все они очень легко распространяются. К острым кишечным инфекциям относятся прежде всего дизентерия, ротовирусная инфекция, нора вирусная. Более тяжело протекает сальмонеллез, брюшной тиф и также относятся вирусный гепатит А. Эти заболевания вызываются бактериями и вирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Эти микробы, говорят специалисты, очень живучи. Заразиться кишечными инфекциями можно везде. Они могут подолгу существовать в воде, в почве, на поверхностях предметов и еды. Кишечные инфекции легко переживают холод, а вот тепло помогает им размножаться с геометрической прогрессией. Для этих инфекций характерно то, что летнее время, тёплое время как раз очень благоприятная среда для развития организмов, которые именно вызывают кишечные инфекции. То есть бактерии и вирусы, они при оптимальной тёплой температуре способны не только сохраняться, но и размножаться. Кишечные инфекции распространены среди людей любого возраста. Особенно в группе риска находятся дети. Надо сказать, что 73% заболевших – это у нас составляют дети. Дети до 14 лет. За истекший период текущего года у нас по области зарегистрировано свыше 2000 инфекционных именно кишечных заболеваний. По сравнению с прошлым годом в Воронежской области наблюдается снижение заболеваемости кишечными инфекциями на 10%. Самый надёжный путь – предупредить её распространение – заранее обезвредить источник инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции у нас передаются тремя путями. Это через пищевые продукты, через воду и через предметы обихода, как раз связанные с теми предметами, которые у нас может инфицировать больной человек. Если мы будем купаться, как в бассейне, так и в водоёме, конечно, желательно купаться в тех местах, где разрешено, где проведены исследования лабораторной воды, что ничего не угрожает. И, конечно, желательно не заглатывать воду. Чаще всего кишечными инфекциями подвержены люди со слабым иммунитетом, страдающие гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае следует знать, что являются первыми признаками инфекционных заболеваний. Симптомы практически одинаковые при всех кишечных инфекциях. Это, прежде всего, повышение температуры, озноб, недомогание, снижение аппетита. Но, конечно же, при кишечных инфекциях надо обращать внимание на то, что наблюдаются боли в животе, рвота, жидкий стул. И, конечно, это характерно для кишечных инфекций, и необходимо обращаться к врачу при данных симптомах. Именно соблюдение простых правил гигиены, как мыть рук перед едой, позволит избежать риски подхватить заразу, считают специалисты Роспотребнадзора. Надо приобретать только продукты, которые хранились при определенной температуре, которые соблюдаются срок годности, готовить, особенно в летнее время, а готовить на один раз, особенно для детей младшего возраста, чтобы приобретать свежие продукты и готовить только на один раз. Не стоит забывать и о вакцинации. Прививка от таких заболеваний, как брюшной ТИФ, дизентерия, ротовирус, создаст иммунитет для профилактики кишечных инфекций. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. Движение общественного транспорта по улице Лизюкова будет закрыто до конца июля. Об этом рассказали в Управлении дорожного хозяйства администрации Воронежа. Планировали управиться до конца июля, но сроки пришлось сдвинуть. Работы на перекрестке улиц Лизюкова и 60-й армии продлятся до конца июля. Из-за них общественный транспорт по самой знаменитой улице Воронежа по-прежнему не будет ходить. Маршрутки движутся в объезд по бульвару Победы и Хальзунова. Сейчас на перекрестке идет переустройство инженерных коммуникаций. Затем начнутся дорожные работы. В Воронеже вновь выросли цены на топливо. Подробности в сюжете. Из данных Воронежстата в области вновь повысились цены на дизельное топливо и бензин. Многие эксперты связывают подорожание топлива с тем, что котировки растут из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и увеличения объемов экспорта топлива, в том числе и бензина. Идет процесс заправки. Особо он сильно не заражает. Не забудьте взять кассовый чек. Конечно, было вот 54 рубля, сейчас уже 56-80. 20 рублей туда, 20 рублей сюда. Ничего страшного. В этот раз цены на топливо для глаза поднялись не особо сильно. Сильнее всего подорожал 95-й бензин. Теперь литр будет стоить в среднем 57 рублей 4 копейки. Это на 0,32% больше, чем недели ранее. Таким образом, он подорожал на 18 копеек. Марка 92-го бензина в среднем будет стоить 51 рубль 82 копейки. Это на 0,31% больше, чем на прошлой неделе. Подорожание на 16 копеек. 98-й бензин обойдется в среднем в 69 рублей 83 копейки. Это на 0,26% больше по сравнению с предыдущей неделей. Топливо подорожало на 18 копеек. Дизельное топливо в регионе в среднем стоит 61 рубль 25 копеек за литр. Это выше предыдущих показателей на 0,17%. И эта цифра составляет 10 копеек. Ну, конечно, ощущаешь. Езжу много и расход бензина как бы сказывается. Там вроде на одной заправке это не очень много, а когда в день заправляешься раза два, то это уже сказывается. Обидно то, что вот смотришь новости. В каком-то Казахстане наш бензин дешевле, чем у нас. Наш бензин, допустим. Почему я вот это не понимаю? Однако повышение цен не заставляет автолюбителей отказаться от своего личного транспорта. Ну, это так же, как продукты. То есть без него никуда. Если ты хочешь ездить, приходится. Конечно, неприятно. Но мы уже привыкли, что начиная, что хлеб дрожает, бензин дрожает, все дрожает. Но все равно люди будут брать. Деваться некуда. Вот безысходность называется. Вот так вот. По мнению экспертов, топлива в стране достаточно для того, чтобы цены не росли выше средних значений. Однако, продолжится ли рост, покажет время. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. Будет ли проспект революции пешеходным по выходным? Власти пока затаенно молчат. Оно и ясно. Акция, прошедшая 1 июня, вызвала множество споров. Одним, подавая гуляния чуть ли не до утра, а другие, кто работает в выходные, жалуются, что до работы вовремя не доедешь. В мэрии опыт перекрытия главной улицы города назвали удачным. Но почему-то повторно закрывать движение пока так и не рискуют. Правда, прогулку одобрили тысячи воронежцев, пришедших в этот день на проспект. Активисты города присоединились к спору довольных и недовольных. 11 июня они решили, что необходимо установить дополнительные уличные туалеты, мусорные контейнеры, ввести комендантский час и запретить продажу алкоголя, в то время, когда проспект революции будет перекрыт. Окончательного решения, будет проспект по выходным пешеходным или нет, в администрации города еще не приняли. В ближайшее время нового перекрытия проспекта революции не ожидается. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели очередной рейд по профилактике преступлений в сфере миграционного законодательства. На этот раз тщательной проверке подвергся распределительный центр. Результаты блицопроса работников на знание русского языка и истории России, к сожалению, огорчили всех участников проверки. Экзамены сдавали на знание русского языка? Должны были? Да, будут. Русский хорошо знаете? Не очень. Не очень? А как что? Как пишете? Не очень хорошо разговаривали. А историю учили? Какие? Россия. Петр Первый, кто такой? Петр Первый? Да. В Воронеже живете, должны знать сто процентов. Кто такой Петр? Недавно я приехал в Воронеже. Чего? Недавно приехал в Воронеже. Ну, три месяца, да, Саша, чтобы узнать экзамен, кто вы сдали? Первый, этот, Петр Первый, первый, сяли в этот. Как сказать? Сяли в этот. Ну, понятно. Грузчики, комплектовщики и упаковщики были проверены не только на наличие знаний, но и по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений. Часть задержанных граждан должна будет покинуть территорию России. Все нарушители были привлечены к административной ответственности. В ходе рейда проверено 47 иностранных граждан. В отношении 37 нарушителей составлены административные материалы в соответствии со статьями 18.8 и 18.10 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях. Также установлено 9 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в отношении которых судами принято решение об административном выдворении с территории Российской Федерации. Рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства, будут продолжены. Сотрудники Воронежской госавтоинспекции снова на посту и теперь выявляют любителей затемнять окна своих автомобилей. Кому очень мешает яркое светящее солнце и какое наказание ожидают нарушители, расскажут наши коллеги из пресс-службы регионального главка МВД. Нарушители наклеивают черную пленку на боковые передние и лобовое стекла. А это запрещено. С помощью специального аппарата инспекторы проверяют их светопропускаемость. Она должна быть более 70%. Однако иногда оборудование и не нужно. Некоторых нарушителей видно невооруженным взглядом, хотя, правильнее сказать, не видно вовсе. Окна настолько темные, что в них нет даже силуэтов. С начала года в Воронеже выявили более 2000 таких автомобилистов. Между тем водители уверяют, что цель тонировки – это комфорт. Тем более в солнечную погоду, в жаркое время года. Просто комфортнее в салоне. Не нагревается одежда. Тем более черная футболка сейчас на небе. Реже пользуюсь кондиционером за счет того, что простужаюсь бывает от него. Все прекрасно вижу. Свет хороший у машины. Все хорошо. Просто главное – с умом ездить. А пленка, есть она или нет – это не главное. Может и не главное, но снять ее все же необходимо. Большинство водителей делают это на месте, а кто-то в течение 10 дней. Плюс штраф 500 рублей. Однако, если нарушитель не растонирует авто, при повторном задержании ему придется раскошелиться уже на большую сумму. И это еще не все санкции. Инспекторы ДПС доставляют такого водителя в судебный участок, где судья выносит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Наличие тонировки зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Не только на проезжей части дороги, но и во двора. Особенно в темное время суток при недостаточном освещении. С компанией Левобережное очистное сооружение может быть взыскано несколько миллиардов рублей за ущерб, причиненный Воронежскому водохранилищу. Дело рассматривается в арбитражном суде. Центрально-черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с левобережных очистных сооружений более 5 миллиардов 800 миллионов рублей. По данным ведомства, в такую сумму оценивается ущерб, нанесенный Воронежскому водохранилищу в результате сброса загрязняющих сточных вод с превышением фоновых и предельно допустимых концентраций. Проверка предприятия проходила в 2021 году. Выяснилось, что каждый день в водохранилище сбрасывалось 60 тысяч кубометров без соответствующей разрешительной документации нормативов допустимых сбросов. А также происходили нарушения технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений. Капитальный ремонт музея-диорамы на Оленинском проспекте завершился уголовным делом. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. Дешевые материалы и завышенные объемы работ, а также отсутствие части оборудования. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения закона при капитальном ремонте музея-диорамы на Оленинском проспекте. Компания-подрядчик причинила ущерб на сумму 3 миллиона 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Идет следствие. В России остаются рекордно высокими продажи спиртных напитков за последние 10 лет. Эксперты говорят, что такая тенденция характерна для кризисных времен. Как обстоят дела с крепкими напитками у жителей нашего региона, расскажем в следующем сюжете. Как выяснилось, в Воронежской области пить больше не стали. Показатели в этом плане даже слегка снизились. Правда, ненамного. Наркологический диспансер в 2023-м обратились на 2000 человек меньше. При этом впервые обратившихся пациентов было больше, чем обычно. Розничные продажи алкоголя увеличиваются согласно данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Эксперты сравнивают это с высокой тревожностью населения в связи с пандемией коронавируса и ситуацией в стране. Всё это вызвало психологическую напряжённость. Так, в 2022 году фонд общественного мнения зафиксировал максимальный уровень тревожности. 70% населения сказали, что они сами и их окружение испытывают это чувство. В нашем регионе мы не видим увеличения числа лиц, который бы обращался за помощью больше, чаще, чем, допустим, в прошлом году. Да, действительно, мы знаем, что есть статистика, и она официальная, о росте продаж алкоголя. Особенно обращает внимание на то, что растёт темп крепкого алкоголя продажи. Но количество обращений граждан к нам, как к государственному учреждению здравоохранения, оно остаётся прежним. То есть цифры практически не меняются. Как это противоречие осмыслить, как его понять? Мы думаем, что в среднем могло вырасти количество алкоголя, который употребляют люди, не находящиеся в стадии болезни. То есть их отношения с алкоголем носят такой бытовой характер. То есть в среднем они могли для себя начать употреблять алкоголь несколько больше, чем это было раньше, что отразилось в объёмах продаж. Статистика говорит о том, что крепкие напитки в 2023-м у нас стали покупать на 8% чаще, чем в 2022-м году. На человека в год приходится чуть более 7 литров. В целом это весьма благоприятная цифра и не свидетельствует о том, что в регионе население массово спивается. Так, в среднем по стране доля чистого спирта на потребителей старше 15 лет дошла до 8 литров. И на фоне небольшого роста покупающих спиртное у нас в 2,5 раза выросло число людей, предпочитающих здоровый образ жизни. Статистика продажи алкоголя – это способ учесть объём проданного алкоголя, сертифицированного, который официально прошёл через определённую систему, был зарегистрирован и позже продан. Всегда на рынке оборота алкоголя существовала немаленькая доля алкоголя, так называемого, контрафактного. Контрафактный алкоголь, он по своим свойствам вполне приемлемый и практически не отличается от алкоголя, произведённого официальным способом. Но он не зарегистрирован. И вот этот контрафактный алкоголь, его надо отличать от суррогатного. Суррогатный он опасен для здоровья и может нанести прямой, непоправимый и подчас быстрый вред. Секрет в том, что контрафактный алкоголь ранее никак не учитывался. Сейчас его число заметно уменьшается, и население покупает лицензированное спиртное, соответственно, учитываемое в статистике продаж. С этим и связан рост продаваемого алкоголя. По крайней мере, в Воронежской области ситуация выглядит именно так. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. На страже здоровья. Воронежские полицейские всерьёз задумались о подрастающем поколении и предлагают вместо употребления наркотиков выбрать спортивный образ жизни. Кто может присоединиться к акции, расскажем в следующем сюжете. Ноги на ширине плеч, на губах – улыбка. И активно повторяем движения за инструктором. Именно так предлагают провести начало лета, да и весь период летних каникул сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД. В рамках комплекса мероприятий, приуроченных в Международную дню борьбы с наркоманией, у НКГУ совместно с Воронежской государственной академией спорта проводится областной антинаркотический челлендж «Зарядка с чемпионом». Целью данного мероприятия является вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, а также в ведение здорового образа жизни. Заниматься укреплением физической подготовки предлагается под чутким руководством настоящих профессионалов. «Зарядку» проводит Даниил Лебединский, многократный призер чемпионатов России и международных соревнований. Куденты Воронежской академии спорта подготовили стартовый видеоролик «Зарядка с чемпионом». Суть челленджа в пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения и в пропаганде физической активности. Присоединиться к акции могут обучающиеся образовательных организаций и трудовые коллективы в возрасте от 7 лет и старше. Заявки на участие уже поступили от 35 команд, а по результатам трех этапов испытаний будет определена команда победителей. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-94-06. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие? Мы расскажем в следующей программе итоги на 41 канале. А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин